Итак, таксист, который сбил пешеходов на Альинке, полностью признал свою вину и раскаялся. Ему вменяют нарушение правил дорожного движения, максимальное наказание по этой статье, лишение свободы до двух лет. Следствие ходатайствует об аресте на два месяца. Подробности знает моя коллега Ксения Воронина. Она работает в Таганском суде и выходит на прямую связь со студией. Ксения, здравствуй. Процесс уже начался. И что грозит виновнику этого ДТП? Олег, приветствую. Да, процесс уже начался. Задержанного привели под конвоем. Он был очень расстроен. Даже расплакался в зале суда. Сразу признал свою вину. Видно, что он очень переживает, очень сильно расстроен. Ну вот, например, что он сказал в первые минуты своего задержания после ДТП. Сам не знаю, как будто я хотел тормоз сделать. Еще один там человек хотел пропустить. Я хотел тормоз сделать. Вырубил какой-то секунд и нажал. Газ нажал. Я думаю, тормоз нажал. Не знаю, что было. Потом уже как бы людей ударит, пеняет. Потом себе так смотрю и сразу убегал. Напомню, трагедия произошла на улице Ильинка в субботу, 16 июня, когда люди гуляли, гуляли болельщики, гуляли отдыхающие. Молодой человек не справился с управлением и наехал на восьмерых человек. Все они пострадали. Из них две мексиканки. Но вот что сказали очевидцы аварии, которые находились там и видели все это своими глазами. Я видела, как таксист, ну, желтая машина, Яндекс.Такси протаранила толпу туристов. Ну, видимо, из Мексики, потому что они были в сомбреро и, ну, в фанатских футболках. Ну, вот. Толпа была человек 15 протаранила. Он достаточно на большой скорости въехал. И его остановило только то, что он врезался в дорожный знак, в столб. И вот это остановило. Вот то, что я видел с самого начала. Вот смотрите, видите, вот желтое такси стоит. У него был сорван бампер. И там стояла белая скорая помощь. А задержанным известно, что ему 28 лет. Он женат. У него есть двое детей, две дочки, двух и одного года. Ранее он работал поваром. В Москву приехал совсем недавно. Машину взял в прокат для работы 31 мая. Сказал, что не спал всю ночь, потому что было очень много заказов. Он очень устал. И, видимо, просто уснул, когда уже наехал на людей, перепутал педали газа и тормоза. И совершил на них наезд. Молодой человек очень переживает. За него просит и его посольство. Просит, чтобы уголовное дело заменили на административное. Мы продолжаем следить за развитием событий. И я думаю, что решение суда озвучим уже в ближайшее время. Спасибо. В Таганском суде работает моя коллега Ксения Воронина. Продолжение следует...